Добрый день, дамы и господа. Я рад презентовать вам сервис сопровождения Нобелевской портфели. Из самого названия сервиса видно, что он связан с Нобелевской премией по экономике. Действительно, в основании формирования данных портфелей лежит теория Гарри Марковица, за которую он получил в 1990 году Нобелевскую премию по экономике. Его основной подход заключается в том, что в портфеле нужно выбирать активы, которые не сильно коррелируют друг с другом. То есть динамика данных активов независима. Соответственно, анализируя данный подход и применяя к активам, которые торгуются у нас в Метатрейдере, мы заметили, что действительно включаются активы из разных групп. Это рынок металлов, рынок энергетики, рынок акций. Существует четыре типа портфелей в зависимости от ожидаемой доходности и в зависимости от ожидаемого годового риска. Осторожный портфель – это 10% в год, при среднем риске 6%. Что такое средний риск? Это показатель снижения за два квартала. Хотя нужно понимать, что начиная с 2010 года два убыточных квартала подряд ни разу не было зафиксировано. Тем не менее, мы взяли возможную просадку, это два квартальных убытка. И теоретически такое может случиться в случае ухудшения конъюнктуры на рынке. Предельный риск – это 20% по сторожному портфелю. Эта ситуация может случиться где-то раз в 8-10 лет. Примерами таких падений на рынках являются 2008-2009 год банкротства инвестиционного банка Легон Бразерс или падение в 2001 году акций интернет-компании. Соответственно, мы рекомендуем при достижении показателя среднего годового риска продолжать оставаться в портфеле. Как правило, опыт показывает, что после таких просадок портфель восстанавливается в цене. Закрывать портфель мы рекомендуем только при достижении предельного риска, то есть при падении на 20% и более от любого локального максимума по стоимости портфеля. Второй портфель – это консервативный портфель, дает ожидаемая годовая доходность 20%, при среднем годовом риске 12%, предельный риск до 40%. Третий портфель – это умеренный портфель, ожидаемая годовая доходность 40%, средний годовой риск 24% и предельный риск до 65%. И существует так называемый агрессивный портфель, который предлагает доходность в 60% и более при среднем годовом риске 35%. Предельный риск по данному портфелю составляет до 100%. Если поговорить о конкретном портфеле в отдельности, то мы видим следующие параметры. Для формирования осторожного портфеля необходимо иметь 65 тысяч долларов. Существует, описывается подробно по каждому портфелю годовая доходность в долларах и в процентах, ожидаемый средний годовый риск в долларах и процентах и ожидаемый предельный риск. Среднегодовая доходность по данному портфелю около 10%. За прошлый 2013 год доходность составила 6,88%. И мы видим доходность по каждому месяцу. На сайте Академии вы увидите подробно описание доходности за каждый месяц, когда закроется июнь месяц 2014 года. Соответственно, появится столбик именно за июнь. Видно из динамики, что после просадок снова наступает восстановление. Что касается консервативного портфеля, необходимый диапазон 27500 долларов. Доходность с начала текущего года составляет уже около 6%. Соответственно, это меньше ожидаемой годовой доходности, то есть меньше 20%. И в оставшейся половине 2014 года портфель может и далее продолжить расти, потому что ожидаемая доходность в размере 20% еще не реализовалась. За 2013 год данный портфель давал доходность где-то в размере 24,3%. Что касается умеренного портфеля, он требует на депозите 10 тысяч долларов. Доходность с начала года составляет уже 29%. Вот вы видите динамику, возрастающую в столбцах. Это доходность с накопленным итогом с начала текущего года. Ожидаемая доходность составляет 40%. Соответственно, есть еще потенциал дальнейшего роста данного портфеля. И агрессивный портфель, он требует на депозите 5 тысяч долларов. Ожидаемая доходность 60% годовых и более. За текущий год уже доходность составляет где-то порядка 59,5%, что дает возможность для дальнейшего роста. Скоро мы получим новые данные за июнь. Ожидаемая годовая доходность по данному портфелю составляет 60%. Но тем не менее, были года, когда доходность была и 80, и 100%. То есть это средний ожидаемый показатель. И даже несмотря на то, что он в данный момент практически достигнул, портфель еще может показать рост на фоне стимулирующей денежно-кредитной политики центральных банков. Как подсоединиться к данным портфелям? То есть, во-первых, нужно стать клиентом компании Forest Club и открыть счет. На портфеле можно сформировать только на счете MetaTrader 4, где торгуется широкий спектр активов. После того, как вы открыли счет в компании Forest Club, необходимо зайти на сайт www.traderacademy.ru, вход в классы, опция регистрация, пройти регистрацию. То есть вы зарегистрируетесь в Академии. В дальнейшем необходимо иметь нужную сумму на депозите для открытия того или иного портфеля. То есть это 5 тысяч минимум, это 10 тысяч, 27500 и 65 тысяч долларов. Только после того, когда у вас будет такая сумма на торговом счете, вы можете присоединиться к сервису сопровождения по тому или иному портфелю. Если вы хотите, например, получить сервис сопровождения по агрессивному портфелю, достаточно иметь 5 тысяч долларов. Если вы хотите еще получить сервис сопровождения по умеренному портфелю, нужно еще добавить 10 тысяч долларов, то есть этого 15 тысяч долларов. Вы можете подать заявку в личном кабинете Академии самостоятельно. Здесь вот галочкой будете выделять тот сервис сопровождения и тот портфель, который вам нужен и нажмете кнопку «Подать заявку». Или же можно обратиться к вашему персональному менеджеру, который есть в нашем филиале и представительство. Список филиалов и представительств по странам вы можете найти на странице www.fxclub.org. И голосом можно подать заявку, в том числе по телефону менеджеру, и менеджер подсоединит вас к тому или иному сервису сопровождения. То есть существует два метода подсоединения к сервису сопровождения нобелевских портфелей. Мы считаем, что данный сервис очень перспективен. Он отличается тем, что полностью отсутствует человеческий фактор. То есть портфель формирует математическая модель. Здесь нет фундаментальных и технических оценок аналитиков. Это чисто вводы статистический подход и используется теория Марковицы, за которые он получил Нобелевскую премию. Мы видим, что данный портфель достаточно устойчивый и стабильный как во время роста, так и во время падения рынка. Соответственно, рекомендуем вам использовать данный портфель. Спасибо за внимание и до встречи в Академии. Субтитры создавал DimaTorzok